Выдержали капризы погоды и есть надежда на хороший урожай. Сотрудники Института агробиотехнологии подвели промежуточные итоги этой ученой посевной компании. На опытных делянках проверили картофель и садовые ягоды. Зачем второй хлеб подвергать электромагнитному облучению? И на какие сорта малины стоит обратить внимание, знает Виктория Палкина. Болезни – это прежде всего фитофтора, резоктониоз и альтернариоз. Название этих болезней приводят в ужас и профессиональных аграриев и дачников-любителей. Натя лекарства против этих грибков пытаются в Институте агробиотехнологий Коми-научного центра. Параллельно разрабатывают препараты и против вредителей. На опытных полях комиссия убедилась – биопрепараты работают. Все микроорганизмы, которые мы используем в составе биопрепаратов, это выделенные из природы, экологически безопасные. По сравнению с синтетическими пестицидами, они не могут нанести ни культуре в ущерб, ни непосредственно почве и, соответственно, человеку и животным. Поэтому их использование сейчас максимально эффективно и наиболее перспективно для применения. На этих опытных делянках в поле зрения снова картофель. В эксперименте участвуют 30 сортов и гибридов. Задача ученых – выделить перспективные селекционные линии. Оценивают их сразу по нескольким параметрам – сроки созревания, урожайность, устойчивость к болезням. Все для того, чтобы помочь нашим аграриям найти идеальные сорта для северных условий. Есть у нас гибриды, которые уже по фазам развития опережают наши районированные в республике сорта. То есть их мы можем отнести уже к ранней группе спелости, что, в принципе, и необходимо для республики Коми. Ввиду того, что, скажем, у нас заморозки, осадки, у нас уже в конце августа они довольно-таки сильно проявляются. И вот чтобы не доводить сорта до того времени, когда очень трудно убирать, проявляются болезни, такие как альтернариоз, резоктаниоз. Мы уже выводим сорта ранние, которые можно убрать до вот этих факторов. Ботва на треть богаче контрольных сортов. Невооруженным взглядом видно, кто на этих грядках растет хорошо. Первоначально клубни картофеля на этих опытных полях подверглись электромагнитному облучению. Наблюдают за четырьмя сортами второго хлеба. Эксперимент длится третий год. Получены определенные результаты. В первую очередь, то, что нас интересует, это повышение урожайности, снижение болезней, как следствие улучшение лёжкости картофеля при хранении. Что, конечно же, может быть интересно и нашим сельхозпроизводителям, в том числе и в будущем. Для чистоты эксперимента картофель после электромагнитного облучения ничем не обрабатывают. Предварительными результатами уже заинтересовались наши аграрии. Есть договоренности с крупным хозяйством региона, что электромагнитные, не ионизирующие технологии будут применять в промышленных масштабах. Для нас важно то, что это именно прикладной характер. То есть, получая новые сорта, выявляя определенные признаки, мы понимаем, что можно будет рекомендовать для того, чтобы наши производители могли включиться в работу, включить в свой хозяйственный оборот. Ну и опять же, получать новые высокоурожайные сорта кормовых культур, картофеля. Это, безусловно, будет влиять на продовольственную безопасность нашего региона и в целом даст значимость всех проводимых исследований. А в плодово-ягодном питомнике Института агробиотехнологий землянично-малиновое настроение. Здесь изучают хозяйственно-биологические признаки малины – ремонтантной и земляники садовой. В простонародье – клубники. Наблюдают 20 сортов. Как они себя ведут в наших климатических условиях? Клубника приходит в себя после продолжительных дождей. Есть надежда и на хороший урожай – малины. Малина ремонтантная в этом году у нас развивалась довольно неплохо. На данный момент она уже вступила в фазу ботанизации. Вот конец июля, середина июля. И, соответственно, плодоношение у нас начнется, скорее всего, раньше. Как сложатся, опять же, погодные условия августа посмотрим. Надеемся получить урожай в этом году. Состояние полевых опытов на всех делянках комиссия оценила высоко. Госзадания ученые выполнили. Впредь и дальше Институт агробиотехнологий будет работать плотно с региональным минсельхозом. Ведь все, что сегодня делают на этих полях, завтра должно работать на продовольственную безопасность республики.